Слава Украине, Героям Слава! Давайте я вам расскажу сейчас о том, какой был смысл России бомбить Донецк последние 2-3 дня. Причем интересно, что по Донецку, там просто даже все местные, даже все ватники, все знают, что бомбит их Россия, стреляет по ним Россия. Просто потому, что даже у них в ватных мозгах, даже у них логики хватает понять, откуда что прилетает. Дело в том, что между выстрелом и прилетом оказывается 2-3 секунды. То есть, стреляют явно из Макеевки. Ну, плюс они знают сами, они же местные созваниваются, знают, откуда стреляют и куда прилетают. То есть, там 2 плюс 2 сложить вообще, кажется, не представляет никакого труда. А от позиций ближайших в СУ оно полетело секунд 7-8. Ну, то есть, вещи абсолютно нереальные. И, смотрите, Россия по привычке опять роддом, по-моему, больница прилетела, несколько там объектов соцкультбыта, я это сказал, да. Вот, то есть, ну, абсолютно очевидно, типично российские вот эти вот все варианты. Такой вопрос, а зачем? Все просто. Дело в том, что Путину нужна частичная мобилизация, у него не хватает людей. Либо второй вариант, он хочет вынудить своих, так называемых, союзников по ДКБ, дать ему пушечное мясо. Для того, чтобы бросить в топку войны, опять-таки, ему не хватает людей. А для того же, для всего этого, ему нужен прецедент, как говорится. Вот от чего я защищаю. Смотрите, вот ватные аккаунты один за одним взвыли. Нас обстреливают, нас никто не защищает. Дайте нам войск, дайте нам дополнительные войска. Ни одно, ни два видео вот таких вот. То есть, да, русские по ним стреляют, они заявляют, что стреляют укропы. Дайте нам больше русских войск. Все дальше понятно, да? Так вот, Пенис Душилин как раз и выступил, и сказал, что, говорит, нас обстреливают, давайте нам больше союзнических войск. Так и сказал, да? Ну, хоть бы постеснялся, как-то завуалированно это сказал. То есть, напрямую. Скорее всего, что Пуйло будет или же объявлять дополнительную мобилизацию, мобилизацию, ну, знаете, скорее всего, поскольку это все будет сделано на так называемом экономическом форуме, на которого приедут представители Талибана, не знаю, может там кто-то из ДКБ приедет, Ритрея может приедет, если билеты, конечно, им кто-то купит. Вот, то скорее всего, мне кажется, он будет ломать своих так называемых союзников на то, чтобы они послали сюда какое-то пушечное мясо на утилизацию. Ну, больше всего так. Сами россияне идти больше, ну, в таких нужных количествах не хотят. А тех, кого они уже послали, они практически все утилизированы, либо уже трехсотые, либо деморализованы и выведены из строя. Соответственно, нужно новое-новое-новое пушечное мясо, где его брать, за какие деньги, непонятно, и так далее. Вот такие вот моменты. То есть, это сделано просто для того, чтобы, как говорится, поправить ситуацию с лишним составом. Я же говорю, откуда стреляют, куда стреляют. Даже местная вата в комментариях не стесняется разговаривать и прямо в лоб обвинять ту же самую Россию. Посмотрите, хоть ВК, хоть одноглазники, везде одна и та же картина. Они прекрасно знают, кто сейчас по ним стреляет. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!